Сегодня у нас 9 августа 2017 года, это поселок Потеряевка. К нам приехали баптисты, вот они стоят, хотят нам концерт устроить. Вот Игнатьевич их уже снимает. Я не хочу, да мало, что вы не хотите. Подождите, братья наши еще там. Мы всех обошли здесь, в этом доме только нет. И что, больше людей нет у вас? На работе же все, в деревне. Мы тоже в деревне живем. Ну, значит, а как в деревне. У нас разные комплекции. Мы, знаете, встаем 4,40 каждый день, а спать уже, во сколько Бог даст. Дороги делаем, пруды, и все сами. Мы не государственная структура. Игнатьевич, можете выключить. Ладно. Ну так, а остальным ты, это, сказали, не они ли? Я тут крови весь обошел, сказали пока. Ну что, невеселые-то. Пошли. Да вы там где-то. Можно здесь, пожалуйста. Вот видите, сколько идет людей. Тут мать с 3-мя-младенцами сидит, где поднял. Тут бабушка больная. Остальные, кто на покосе, кто где. Видишь, что-то людей идет. Поехали. Идите, говорят, в отвесите всему миру. Я из тех разов помню, вы где-то на Благовесенье. Добрый вечер. Благовесенье с тобой? Добрый вечер. Ваши там ездят, а мы приехали, даже с одним человеком не позволили встретиться. Хороши вы из себя. В смысле? Да. Какой смысл? Что-то и нет никакого. Пойдемте в школу, дождь собирай. Не надо. Мы приехали к Игореву отцу. Зашли в библиотеку. Она повесила своим, пресвитеру. Категорически против. Вот и все. Мы были там. Мы тоже ездили с Благовестем. Ни под каким видом не допустили встречаться. Значит, сейчас-то вера сильнее. Чего прятаться было? Мы прошли до куда? До Владивостока, до Лиссабона. Полностью захватили Скандинавию, Трибалкию, шесть мусульманских республик, Турция. И везде 38 них свои дарили. Везде все вещи. А в то время встречи не было. Вот видите. Вот так. Это навсегда уже запечатлено. Ни под каким видом. А при том, у него, у Игоря, там мать-то Баптистка. Да. Да. Ни под каким видом не пошли навстречу. Это разве можно так? Вот смотри, сколько собрали. Ваши что, без плотков молятся? Девчата, да? Нет, вот такого. Там написано женский полк. Если относится к девчатам, то слово муж относится к женатым. Тогда в шапке пускай все не женатые будут. Тут это уже давно. Вы обязаны одеть везде. Вот мы бываем. Неверующие, коммунисты. Все одевают платки. Иначе мы просто посмеяние творим. Постыжает голову свою. У нас же мать кормит ребенка и платок надевает. Нам мусульмане пример, как они одеваются. Посмотрите. Как они соблюдаются. Я беседовал с мулами. Тогда Ленинград еще называлась. Я говорю, скажите, сохранение девственности у вас какой процент? Да, брака. Он даже не понимает, о чем говорю. Сто процентов. А у нас в семье класть уже трудно найти. Нам есть чем поучиться. Они восстановили семикратный, пятикратный намаз. Пять раз все мужчины в храме. То есть в своей мещете. А у нас собрать в один день и то не можно. Давайте так сделаем. Мы сейчас попоем здесь. Не будем устраивать. У нас, у вас. Нет, как это? Господа прославим. Господа прославим. Вы спросили, я сказал. Мы у вас были. Не допустили встречи. Вы были в табунах, а мы нечто дальше от табуна. Я не знаю. Вы сказали от табуны, вы говорите да. Я на ваша да ответил. Хорошо. Да. А в пенсии, допустим, были. Там сразу же сколько было людей. Встреча, молитва, благовестие. Пошли за вальтем, да? Да. В Рябин выжили и сюда ехали. Мы? Девчатам, позвольте надеть платки. Нет, конечно. У нас газеты есть с собой, которые мы распространяем. Вы их восприняете? Газеты, говорят, возьмете? Мы все возьмем, что дают. Вот вот бываем, допустим, собрались люди. 50 библиотекарей, неверующие. Все платки сразу надели. А здесь так, уперлись, нет. Да вы же знаете, что подстыжаете голову свою. Вас так научили. И сам не учат этому. Ты жена, и над тобой власть уже с детства, как в Японии. У нас приезжают вот где, специально платки в храме. Сразу дали, никто против. Бритые в галшетке. Бритые в галшетке. У нас узнаешь? Как не узнаем. Все, у нас не узнаем. Никитая, идете по-кабарам. Добрый день. Добрый день. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Можно вопрос задать. Вот такой вопрос зададут, говорят, что не знаю, что есть сказать. Вот я еду, говорит, в храм, поднимаю руку на остановке. Если это мусульманин, он с меня деньги не возьмет. Как я буду брать деньги? Ты мать и едешь молиться Богу. Если русский обязательно возьмет деньги, это моя работа. А ты бы спросил, какая дорога у ней? ЖКХ заплатила или нет? Да заплатил за нее, да продукты все занес бы ее на пятый этаж. Поэтому здесь будут жить другие люди, которые лучше нас. Потому что бесчувственные, жестокосердные, я говорю, все правильно сказал, только не сказал, что такими ты их сделал, поп. Если бы ты учил, как учат мусульмане, что обязательно пятикратный намаз каждый день, это было бы самое великое, что Бог показал через этот бишь Божий мусульман, это пятикратный намаз. Вот зашли в Дубаи, костел там, и костел, говорю, а там мечеть. Сколько обещает? Кажется, двадцать тысяч человек. Ни одного человека нет. Он говорит, а почему? Через полтора часа будет. Через полтора часа я, говорит, захожу. Конечно, один мужчина. Полностью. Я нахожусь в Баку, остановились у Мулы. Она преподаватель, она владеет четырьмя языками, он шестью. Завели в мечеть. И зашли, как раз у них между молениями и было. По стенам, видно, сидят с малышами, как ваххабиты какие. Я встал посреди храма и стал креститься молиться, посреди мечети. Когда встал с молитвы, вокруг они, говорит, какие кольца стоят. Какие лица у них суровые. Когда я кончил говорить, каждый друг, кажется, и брат. Вот мы находимся на Хищеване. Комната для намаза закрыта. Мы сказали директору библиотеки, я с книгами ехал, дарил книги. Можно ли он звонок дал. Все, мы разулись и дальше помолились, как у нас положено по православному. Это дружественный народ. Если бы мы правильно обращались с ними, два миллиарда были бы мусульман христианами. А то, говорит, встретились только на полях сражений. Они ничего в христианах-то и не видели христианского. Битвы, земля, власть смещать друг друга. Давайте мы вам сейчас споем. То, что среди мусульманского мира происходит, это как бы далеко от нас сегодня. Это да рядом. Мы никогда не думали, нам говорили, ладно, вам-то все равно. Вы хотите умереть за Христа. Но этих-то зачем с собой берете? Кто со мной ехал? В Чечне не ездите? Мы три раза были. Редко встретишь только святеримый народ. В библиотеку дошли, у них, кажется, министр приехал. В это время выступления. Они тут же сразу все сфотографировались, приняли книги, Евангелие. Это надо на практике увидеть и не доверяться чужому голосу. Я еще говорю, шесть мусульманских республик. И мы везде увидели расположение. И где молятся православных, там кто, тебя никто не обидит. Стоящего на коленях они не трогают, тем более молящегося. Смотрим, они рядом почти расстилают свой Достархан и тут же молятся. Можно еще спеть? Я хотел вам, что пожелаю взять наши данные. Это только из разных семей, чтобы были в интернете. Там 7900 наших роликов. Научи меня, Боже любить, всем умом тебя, всем помышлениям. У нас все открыто. Как начинается? Научи меня, Боже любить, всем умом тебя, всем помышлениям. Чтобы все души себе посвятить, с каждым сердцем, с каждым всю жизнь, ну, как сказать, мотив хороший, и вообще слова очень замечательные. Вот вы говорите, вы баптисты, а мы баптисты православные. Они тоже баптисты. Они говорят, а мы адвентисты, а мы адвентисты седьмого дня, потому что мы знаем новозаветнюю субботу-воскресенье. Гонят свидетели Иеговы, а мы свидетели Иеговы православные. Вот, видите, еще съездили за другими, кто там работает, дом строит. Гонят свидетели Иеговы православные. 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 Чтобы не попало на объектив. Закрой, чтобы дождь не попала на газету. 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 Закрой дождь не попала на газету. Водя bitten. У вас столепция есть на дорогу? Есть. вода есть у нас постный день среда пятница знаете среда в честь церковь как бы вскоре продолжает предательство иуда и пятница распятия христа какой-то день тут можно было что-то молостное собрать у нас все в доставке спасибо эти наши меню другое маленько так мы что записали в течение десяти дней то что вы смотрите там youtube может стоять потому что мы не ставим отсылаем другое место там мы не добавляем ни одного кадра и не воля как если мы не специалисты специалисты в другом месте при этом христово цветущие племя вы увидите там это все мы не добавляем ни слова не трактуем не комментарий не даем ничего просто люди должны слышать и видеть это благодать и маленький дождик и вспоминать свободе дороги капля падает капля за каплей божьих потоков мы ждем может это гимн еще споем последний а потом помолимся вместе мы поедем не будем вас задерживать это мы без я только еще хотел сказать о молитве когда мы ехали у нас серьезная поломка в шведской было никого не знаем и вдруг какой-то швед указал на русских а там были благовестники и дальше уже нас утащили тогда в калининград понятно мы не знали куда деться из россии дали сигнал машину оставляйте сейчас высылаем деньги покупаете иномарку едете дальше мы говорим у нас ехала трое собака это кинолог а собака чемпион россии она мы ночевали в листополосах разные на молитву бог отвечает при том сразу привет вам крестово привет вам крестово следующее племя хоро Вас грозно встречает в последнее время, Зовет на последний решительный бой. Пусть с больною, с больною, полны боевые, Не переведет нам на людую правь. Сад, видишь, ты смеешь, ряды молодые, Решительной битве, иконе отстал. Убедит победу священной пламя, Пусть ярче горит, надурия везла, Не везите вперед, мессианское знамя, Любимый скорей, знай, Христово добра. Сегодня сердца молодых выжгут, И есть не одно по груди у Христа, А завтра быть может, короной поднимут, Какой разъявленный, как греба Христа. Вперед, не ровея, на свет улетите, Пусть славы, борца, не страшитесь в Христа, Простите, цветите, воды приносите, Прекрасное мире, на свете Христа. Простите, цветите, воды приносите, Прекрасное мире, на свете Христа. Прошлые годы, люди не знали, Куда же это было, А были отделенные баптисты, советские церкви, Мы были очень близко знакомы, А у нас закон на десятину должны откладывать, И на испытание как можно меньше, И что сохранил, тоже к десятине, И набиралась очень солидная сумма. Мы относили это все к отделенным баптистам На тайное печатание книг, Потому что это не к ним, Мы относили к Господу. Мы знаем, где печатали, Мы были близко знакомы, Тогда был здесь Минаков, Юрий Михальков, Мы просто близко знакомы были. Как раз, когда меня судили здесь, Его отец присутствовал на процессе, Я Юрий сказал, Потом он в Германию уехал. Мы этих братьев, это наши братья. Вы кого знали? Минаков? Минаков. Ну, это песня-то пели, это Храпова. Он 28 лет, 11 месяцев пробыл. Ну что, нам, наверное, надо закругляться, Помолиться и разъехаться, да? А то дождик идет, благословение. Прекрасно. Я одну мысль хотел из послания к евреям. Вам всем будет знакомо, наверное, да? Послание к евреям, 11 глава. Игнатий Лапкин обязательно знает, о чем я хочу сказать. Там перечислены все герои веры, да? И там есть такая личность, малоизвестная, И в то же время очень яркая. Это Енох. Написано там, что Енох, он получил свидетельство, Что угодил Богу, и Бог переселил его к себе. Я думаю, это очень важно для каждого из нас, И для нас, и для вас, так как мы все верующие, да? Мы все христиане. Чтобы мы могли иметь свидетельство в сердце своем, Что я угодил Богу, жизнь моя, она в Боге сокрыта. Я прожил жизнь на земле со Христом. И это свидетельство дает Дух Святой нам сегодня, Что мы угодили Богу. Богу это угодно. Жизнь наша, она посвящена Богу. И таких людей Бог восхищает, переселяет к себе. Пусть Бог вас и нас в этом благословит, Чтобы действительно это свидетельство мы могли иметь. Очень часто людей спрашиваешь, а ты будешь на небе? А не знаю. А по сути он христианин, идет за Господом, Является, даже бывает, членом церкви. А он не знает, будет он на небе или нет. Сегодня Слово Божие нас призывает к тому, Чтобы мы могли в сердце своем иметь это свидетельство, Что мы угодили Богу. Богу угодно было наше обращение. Он нас принял, простил нам грехи, помиловал нас. И таким образом только помилованные могут быть со Христом. Пусть Бог вас и нас в этом благословит. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы приходим к тебе, И благодарим тебя сердечно, что ты стал нашим Спасителем, Что ты приготовил нам небесные обители, И что мы можем иметь эту надежду на вечную жизнь с тобой после этой жизни. Господи, мы благодарим тебя, что ты искупил нас кровью своей святой, Что ты пришел на грешную землю, Пострадал, умер и воскрес, Победно воскрес. И сегодня мы, христиане, Уверовали в тебя, приняли тебя как личного Спасителя. Ты простил нам грехи и омыл, и омываешь сегодня. И ты всякого приходящего к тебе благословляешь, Принимаешь и даешь прощение, И даешь жизнь вечную, И жизнь с избытком уже на этой земле. Мы благодарим тебя сердечно, Иисус, Что ты до всего места помог нам И благословил нас. Благослови теперь нас, когда мы поедем. Благослови, друзья, здесь, на этом месте. Помоги, чтобы эта встреча не была последним, Но чтобы мы могли и на этой земле, и в вечности быть с тобою вместе. Объедини нас в одну семью, И благодатью твоей посети каждого из нас, Чтобы действительно каждый из нас смог в сердце иметь это свидетельство. Так как я живу, так я хожу при тобою, Оно угодно тебе. Благослови нас в этом, наш Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Давайте еще один псалом, и мы поедем, хорошо? Прощальный псалом. Кто предложит прощальный псалом? Благословенные потоки. Есть псалом такой, «Жизнь река бежит». «Жизнь река бежит», «Вечность она ведет». «Горец в победе» «Вечную жизнь войдет». «Нужно Иисуса искать», «Нужно Его найти». «Вечную благодать верою обрести». «Вера нелегкий путь», «Трудок он и тернись». «Главное не свернуть», «Главное прямо ввысь». «Вера нелегкий наш путь», «Но не в пути и иных». «Чтобы Христу прильнуть», «Сарский Его святый». «Верю на Господь Иисус». «Верю в Господь Иисус». «Верю мой славеств». «Верю над Кошлицой». «В друга словом мне не pesсть». «Верю, что день подпputет». «Выимешь меня, Иисус!» «Верю, ты мой Господь». Верю, не постыжусь, верю, что день тот придет, Примешь в меня, Иисус, верю, ты мой Господь, Верю, не постыжусь. Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Ой, извиняюсь. Вы сейчас свободно выкидываете, из-за доброго не доставить. Спасибо, Христос! Смотрите, пределы 10 дней. Мы отсылаем, потом увидите, вы свое выступление. И вы увидите, что мы ни слова не добавляем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас только народу сказали. У нас будет как дома мало. Помоги исполнять. У нас очень богатые ресурсы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас, считаю, в Туле направлено в отместках. Там они в домах тоже были. Православные на жалобе. Забрали вопросы. Показали, как они хорошо оборудованы. Да, некоторые есть. Вчера. Вчера. Вчера тоже будет. Вчера. Продевать. Здравствуйте. Вчера. Стоядного мира expire. Здесь не брали в ч Senydенное права и то теперь он проввал Дети, если дети есть у них, но еще приезжала семья баптистов и из Кемеров, кажется, принимали крещение. Двое ребятишек у них было. Я и дом мой, он не служил в городской, приняли крещение, говорит, весь дом. Вот говорят, сейчас уверенность, уверенность наша должна быть, когда войдем в рай, полная. Почему? Павел говорит, мы спасены в надежде. И не достигну ли я, как достиг меня Христос? Эти слова мы не можем убрать. Не достигну ли и я? То есть до конца мы не знаем, до конца буду ли я. Потому что многие потерпели кораблюшение в вере, кораблюшение в вере, не без веры. И Павел говорит, а многие, он говорит, стали как враги Христа Христова. А верили, пели, ходили. А сколько разных сейчас заблуждений, ересей, конца нет. Но в мире насчитывается, если верить, 21 тысяча разных названий уже. Мы не знаем, мы только верим, что он страдал много. Он сто процентов в раю. Он был уверен на земле, что он будет в раю. Он уверен, я вам говорю, отвечаю на это. Мы не знаем, как Бог принял. Мы знаем только мы стремились, мы хотели. Мы были в церкви, мы причащались. Смирялись, смирялись, сильнейшее качество перед Богом. И когда люди говорят, вот я не мог сделать, почему? Серафим Сауновская петля решительности не хватает. Ты решительно порвись с этим миром. Мы спасли, вы никак не можете перетолковать это. В надежде, да, у нас надежда, чтобы спасли. Но один суть человечества, который знал, это иной суть Божий. Иной суть Божий. Почему? Многие потерпели кораблекрушение. Они знали, нет, конечно. Они до конца были уверены, пели кораблекрушение в вере, запомните, в вере. А многих, Павел говорит, как враги Креста Христова. Диатреп думал, что спасенный. Он нас не принимает, говорит. Их изгоняет. А этих диатрепов сколько сегодня? Это и бахтисты все про диатрепы проповедуют. Вы знаете, какое бывает. И старшие тресты, и сотрудники КГБ были. И тоже уверены были. Ибо так возлюбил Бог мир, что додал сына своего. Это мы верим. Чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. Это не все. Это все. Это не все. Написано, читаем мы, что лучше бы не познали, нежели познавшего, возвратиться назад от преданной заповеди. Они даже не знали. Лучше не познать. И берет всем злейших, поселяется, а человек стоит на капелье по победе. В этом речи нет. Он возлюбил так мир, что отдал сына своего. Добавил всякий вер. Всякий. Понимаете? Во многих терапевтах Конституции. Всякий может стать президентом. Сын пришел и говорит, папа, президентский выбор. Ты можешь, он говорит? Теоретически, да, практически нет. Надо быть масоном, надо быть миллиардером. Теоретически Конституция, это Конституция. Но дойдет или не дойдет? Это, понимаете, можно обольститься на пустом месте. Я думал так. А окажется совсем не так. Какие побуждения? Не судите прежде времени. 4, читаем, 15 апостола Павла 1-го корейского. Смотрите. Доколе не придет Господь и не откроет сокрытое во мраке. И тогда будет похвала, не сегодня. И храпово всем. В Виакова написано. Сомневающийся подобен морской велосипед. В чем сомневающийся? Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Если ты сомневаешься, то ты не можешь быть уверен в своем спасении. Нет, не о спасении речь он ведет-то здесь. Это просим. Вот мы просили, там в Турции были. Мы подняли руки и мы стояли 12 часов. Молили Бога. И Бог открыл нам двери. Об этом. А спасется или нет? Павел говорит, мы спасены в надежде. И не достигнули и я. Павел до конца сомневался. Не достигнули и я. Вопрос-то. Тут же решительно сказано. Там надо в контексте смотреть. В контексте посмотреть. Павел не сомневается. В данном случае он говорит, не достигнули и я. Как меня достигнули. Мера должна быть та же. Счувствование во Христе в Иисусе. Это все намного сложнее. Это мы думаем так, да? Я думал так. А когда я встретился среди настоящих верующих, я понял, да никакой. Я увидел, как они на себя молятся. То, что мы никакие, это я согласен. Мы должны быть уверены в своем спасении. Нет, мы не уверены. Всякий верующий в Него. Это додровано мне. Вы понимаете, я на минутку отклонился. Мы получили, Бог дал. Но донесу ли я, воплощусь ли в это. Это уже от меня зависит, понятно. Нет, я спасены надежде. Но Бог дает. Объясните. Мы спасены надежде. Мы все в надежде. Что означает? Вера бездел мертва. А какие наши дела? Вера бездел мертва. Вера бесовская бывает. Это обольстительно. Ну, хорошо. Свидетели Иеговы. Они точно так же уверены. Они вас слушать не будут. Свидетели Иеговы, у них нету рая и ада. Нет рая и ада. У них есть по-своему они. Я с ними сидел вместе в лагере. Хорошие ребята. Я служил с ними. Служили, а там в тесных обстоятельствах. Вот сейчас против их подняли где. Я сразу выступил. Это нельзя делать. Это их выбор. Они так решили. Борьба одна, как Константин сказал. Садитесь за стол. И свидетельцы. Мы спасены надежде. Я спасен, да. Я надеюсь. Надежде. Но вы откуда знаете, что вы спасете? Вы же сказали в надежде. Хоть даже сейчас вышли, где откуда знаете, что можно посетить кораблику. Потому что я омыт. А вы верите, что священие прощается Гриб? А вы не до конца. Веру покиня. Но Бог никогда не будет, если он не пока сам не спасает. Поэтому мы в надежде, что мы не будем грешить и однако грешаем. Вы верите, что крещение прощается грехи. Вы верите, что крещение. Я в любое время прийду к нему и он простит меня. Подожди, я не успею. Подожди, серьезно. В крещении прощается грехи, помните? В крещении прощаются грехи? В самом крещении? Да. При покаянии. Вот ваша вера. Нет. Ты должен покаяться, а потом ты крестишь. Подожди. Крещение. Омытие грехов. 22.16 Деяния. Встань, крестись и омой грехи. А назвал его уже брата. Уже покаялся три дня. Но все не спасен. Грехи на нем. Вы считайте внимательно. Три пункта. Что нам делать? 2.38 Деяния апостола. Покайтесь. Не для прощения грехов, а дальше. Запятая. И докрестится каждый из вас своим Иисусом. И встать для прощения. А вы нет, нет. Я говорю, для прощения. Вы спорите это с Духом Святым. И дальше. И получите, да, Святого Духа. Три ступени. Потому-ка крещение у нас готовится до трех лет. Человек тогда покаялся. А детей у вас крестят? А? Детей крестят? Детей крестят. Детей, а вот у нас недавно так крестилось. Крестилась бактисская семья с детьми. Сколько лет детям? Я не знаю, сколько им было. Смотрите, ребенок. Смотрите, крещение, что там вообще обозначает? Тихо, крещение обозначает. Обещание Богу доброй совести. А как может ребенок обещать Богу доброй совести? Трапоретная мать. Понимаете, прочитайте. А крещение что означает? Признаменовано было обрезанием. И кто-нибудь обрезан в восьмой день, да истребится душа-то. А что он понимает? Это завет с Богом был. Восьмидневный год. А Новый Завет Павел говорит, мы крещены обрезанием Христовым. Крещение. Ветхозаветное, это образ был. Телефон. Образ был. Будущих благ. Говори. Он поверен. Говори. Да вот они стоим на улице. То есть родители верят? Потом покажем. Ну что, каждый за себя. Пока мы не промоклись. Вот и приехал старость. Все на работе, кто-то на поле. Позвонили, пока... А вы слышали такую фамилию? Геннадий Фаст. Геннадий Фаст, не знаете? Да что, не знают. У нас сейчас молодежь встречается, баптистка. Мы говорим, кто-то, Ярл Николаевич Пести, вообще не знают. Вообще никакого понятия. Спрашиваем, даже вообще не знают. Не слышали? От один из самых сильных... Главное, чтобы Иисуса Христа знали. Они и Христа не знают. Приехали, начальник Победы, до брачной связи. У баптистов отделенных. Я с братьями близко знаком. И Лебеди, и все, кто знает. Так что, это супер помнений. Надо всей силой, всей душой, а разве всей душой, всей крепостью, всем разумением Бога возлюбить. Вы его так не любите? Вот к этому мы и стремимся. От веры в веру переходите. От веры в веру. То есть моя вера такая была. Мы приехали, я еще новое нашел. Благодарен Богу, что приехали. Понятно? Я благодарю Бога за то, что Он открылся мне в 23 года. Я с детства верующий был. А вот так Бог сделал. Значит, крещение, прощай. Павел говорит об этом. Спаси Христос. Сестры, надо ехать, а то мы не выедем отсюда. На ночь, приведем, если вы едете. У нас домы большие. Так, Игорь, пять минут, подожди. У тебя на дорогу, на завтра. А почему тогда в евреях сказано, что такое вера? Ваша, Ваша. Да. Уверен, что я не еду. Да, я уверен. Уверен, что рай здесь. Там были где-то, где я в рай. Я уверен, что это был рай, потому что Иисус Христос. Затою в адвентистах, которые... Игорь, нечего это. Я не плачу, что жарует. Помоленько, что все в деле не делали. Я не верю много. Я не все уверен. Игнатий Лавков, на этих писать такое место, что мы не имеем такого обыча из скоры. Вот это не скор. Я вообще не в ссоре никогда. Мы возвещаем в ссоре, кто еще не знает. А кто знает, кто-то возвещает истину. Хорошо. Хорошо. Ладно, до свидания. До свидания. С Богом. До свидания. Музя, а что там какие-то уроки? Ну, еще можно будет приехать? Еще нас примите. Да, да. Не надо как-то предупредить. Как-то? У вас телефон есть? Надо было ваш телефон. Там все телефоны на визите. Там все наше есть. Как мы думаем, я и... Пожалуйста. Да ладно, с Богом. С Богом. Леша, встал. Здорово. Слава, опоздали. Да мы учили, Леша. Ну, в интерпретаре, спасибо. Спасибо. Пока-пока. Ну, все, вот так вот. Слава Господу нашему. Скажите сюда, мы поехали. Мы поехали похищать девиц. Девиц. Поехали похищать девиц. Поехали похищать. Поехали похищать. Игорь, они маму твою все знают, да? Я говорю, мы к вам приезжали, ни под каким видом встречу не дали, ни с одним человеком. Вот и все, хваленый баксист. А его отец встретил, а мать-то баксистка. И позвонили в пресс-фитеру, ни под каким видом. Вот и все. Слабаки. Сейчас о крещении спрашивают. Нет, не прощайся. Павел говорит, Петр говорит, встань крестись, а мои грехи твои. Главное, это уверенность, что он спасен. Сатана заблокировал, говорит, дальше идти некуда. Павел говорит, спасены в надежде. Многие потерпели коробокнушение в вере, в вере, будучи верующими. Сколько секантов, перетеков, все уверены. А друг друга не признают. Дороги испугались, быстрее, быстрее поехали. Да не дороги они испугались. Машина-то хорошая, выехали бы. А тут нет. О, батюшка гоняет. Шап, шап, шап. Пошли. Пошли. В наиболее получилась на пищу. Попробуем. Попробуем. Мы все дома покинулись. Ну ладно, 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 ладно. Ну все, слава Христу. Даже на лица футевых, всех видно, что люди верующие, и не капль, а строго. Вот заметьте, у него... Сколько он говорил, платок надеть, не отдай мне делать. Ну что сделать? Научены так. Ну что научены. Если это от Бога, сейчас гораздо намудери. Субтитры подогнал «Симон»